МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конкурсе смогли принять участие все казахстанцы, авторы инновационных проектов. С 27 мая по 20 июля этого года изобретатели со всей республики отправляли свои проекты в Национальное агентство по технологическому развитию. В поисках самой яркой и оригинальной идеи наша съемочная группа на специальном инновационном автобусе объездила все регионы страны. Эксперты встретились с инноваторами, провели разъяснительную работу, приняли заявки и выслушали каждого изобретателя. Изобретателей разного уровня и направления на нашем пути встретилось без малого 376 человек. Но к участию в нашем телевизионном полигоне допускаются лишь 15 из них. Все они приехали сегодня в Астану, чтобы заявить о себе с высокой трибуны. Время 5 утра. Мы прибыли на вокзал Астаны, чтобы встретить наших первых новаторов. Вот они уже идут. Добро пожаловать в столицу. Глеб, привет. Я тебя помню. Ты из Усть-Каменогорска. Я смотрю, у тебя целая группа сопровождения. Кто это? Это моя мама Галина Ивановна. А это классный руководитель Аля Жленовна. Ты знаешь, что тебе придется соревноваться и участвовать вместе со взрослыми. Ты готов? Да, готов. Страшно? Немного. Буквально через несколько минут должен подъехать еще один поезд, и мы познакомимся с следующим инноватором. Здравствуйте, Нурлан. Добро пожаловать в столицу. Спасибо. Ну, как настрой? Настрой только на победу. На победу, на первое место. Я вас просто поздравляю с этим событием, что вы попали в полуфинал. У вас ровно 14 конкурентов. Как думаете, есть среди них? Кто могут составить вам, так сказать, поволноваться? Вы знаете, особенность этого года в том, что в этом конкурсе участвует разная возрастная категория, и все проекты сильные. Ну, я думаю, смогу создать достойную конкуренцию. Своим соперникам. Только что своим ходом приехала наша еще одна участница, наш новатор. Здравствуйте. Добро пожаловать в столицу. Здравствуйте. Как вы выдержали трассу-то? Выдержала. Не первый раз. То есть для вас преодолеть 220 километров своим ходом на своем коне не проблема? Не проблема. Ну, замечательно. Как у вас настроен на победу? Чтобы победить. Отлично. Я желаю вам только удачи. Мы встречаем самую необычную нашу участницу, Светлана. Вы только что приехали вот из Караганды. Как настроение? Здравствуйте. Здравствуйте. Отдышите. Отдышите. Вот оправдываю название. Инновационный форсаж. Ну да, вы действительно. Я просто в шоке. Светлана, я безумно рад вас видеть в Астане. Добро пожаловать в столицу. Спасибо большое. Надеюсь, я дальше не так буду. Навезете. Мы вас будем возить, мы вас будем обучать. Вам останется только одно – выиграть и приложить для этого все усилия. По условиям конкурса победитель, чей бизнес-план будет признан лучшим, он получит на реализацию своего проекта грант в размере 7,5 миллионов тенген. В прошлом году финалистом конкурса стал Марат Сулейменов. На днях Марат поделился опытом с новоиспеченными соискателями конкурса. Марат Маликович советует конкурсантам быть настойчивым и верить в победу, сохраняя при этом спокойствие. Что изменилось в вашей жизни после выигрыша, то есть в инновационном форсаже? То есть вас стали узнавать, может быть, на улице? Стали узнавать. Больше стало пациентов приходить в наш родильный дом по праву выбора. То есть, зная, что будет в этом родильном доме кровать, у нас перинатальный центр номер один. Какие есть препоны и какие есть полезные, что можете нам посоветовать? Абсолютно никаких препонов. Никто палки в колесах, так называемые, не ставит. Наоборот, идет поддержка. Почему тогда было? Раньше было сложно. Потому что не было форсированного индустриального и инновационного развития. Вот после того, как президент подписал эту программу, все, я стряхнул пыль со своей работы. Я не из тех людей, у которых все с первого раза получалось. Я уверен, что ваши изобретения необходимы Казахстану, для нашего развития. И думаю, у вас это получится. Если не в этом году, но на следующий год обязательно. Будем надеяться, что все рекомендации Марата Сулейменова станут полезным подспорьем для наших соискателей в этой битве за звание лучшего инноватора страны 2013 года. Оценивать проекты конкурсантов будет экспертная комиссия, в состав которой вошли. Заместитель председателя правления Национального научно-технологического холдинга Боросат Лязат Мултыхпаева. Доктор технических наук, профессор, главный научный координатор акционерного общества КАЗ Агроинновации Серик Туменов. И управляющий директор, директор Центра обеспечения экспертиз Национального агентства по технологическому развитию Несыпала Ермекова. Обсуждать проекты сегодня помогут нам и независимые эксперты. Ну а теперь, дорогие зрители и телезрители, давайте поприветствуем первого участника инновационного форсажа. Она нашла способ решения глобальной проблемы. Она говорит, что настало время приложить все усилия для того, чтобы прекратить отравляться смогом. Ее инновационный проект «Антисмог» способен генерировать энергию ветра, солнца и превращать углекислый газ в кислород. Наша первая героиня – Лейла Рахимжанова из Алматы. Встречаем! Вы по профессии архитектор. Да. И что этот проект у вас, скажем, живет с вами уже с 84-го года. Это правда? Да, он возник во время моей диссертации. Вы знаете, за вас приехала болеть сегодня еще одна жительница Алматы – известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова. Приятно! Аида, добрый день! Вы тоже не случайно приехали поддержать Лейлу. Скажите, почему? Я приехала буквально не болеть, а радоваться вместе с Лейлой. Для Алматы, конечно, задача номер один – очистить воздух. Как вы думаете, что с вами произойдет, если в вашей комнате будет топиться печь, но она будет без трубы. Все, конечно, хорошо понимают, что это трагическая ситуация. Вы перестанете существовать. Так вот, та же самая ситуация существует в нашем городе. Мы живем в закрытом сосуде с ядовитыми химическими реактивами. То есть мы уже практически в этой комнате, с этой печью и без трубы. Да, без трубы. Хорошо, что я живу в Астане. Верно. Сейчас я объясню, почему. На высоте 200 метров формируется инверсионный слой, который не позволяет смогу подняться. Я так подозреваю, что нужно это все каким-то образом высосать. Верно. В данном случае надувные кольца гелием. Вы надуваете верхний гелий, он постепенно поднимается. Так несколько слоев мы надуваем, надуваем, и получаем, и она поднимается до инверсионного слоя, и мы на нужном уровне крепим, значит, в прилавках гор тросами. Допустим, корец одного девятиэтажного дуга, другой корец. И мы можем прикрепить вот сюда, вот сейчас конструкция. Тогда не нужно надувных конструкций. Это будет крепиться кольцами, специально метоническими. Это будет жесткой конструкцией. Собственно, денег мало здесь. Здесь тканя, ванил, там пленка, это она дешевая, 200-300 тенге метр, там, допустим, квадрат. Именно в танце Лейла находит то, что у художников называется вдохновением, а у инноваторов – креативностью. Уже порядка 60 лет она выражает себя в танце. Ее изобретение при успешном раскладе сможет позволить себе каждая казахстанская семья, уверен Тимур Баиров. Отечественные производители ничего подобного не выпускали. Одним из профессиональных сегментов для вас могли бы быть промышленные предприятия. Я сейчас уже представляю себе, что какими-то большими промышленными зонами висят вот такие вот конструкции, которые сразу выносятся, не загрязняя городскую часть, то есть живую часть города, выбрасывают наверх все вредные вещества. При этом инноватор не всегда может подкрепить свои идеи точными расчетами. Он опирается на внутреннее чутье индуицию, поэтому советы Тимура были дополнены предложениями финансовых консультантов. Очень-очень важно иметь детальный бизнес-план. Даже чтобы инвестор вам деньги дал, вы отчетливо должны понимать, кто ваш конечный потребитель, потому что инвестор, он деньги выкладывает из своего кармана. Он хочет понимать, что вы заработаете, что он заработает, и что эти деньги не уплывут куда-то там. Понятно, что социально значимый проект, но при всем при этом, когда речь идет о собственных деньгах, социально значимые вещи забываются. Бизнес «Ангел» поддерживает проект инноватора и обращает внимание на экологическую сторону развития проекта. Любое предприятие сегодня, у них большие выбросы по экологии идут, и они большие штрафы платят. Поэтому я думаю, что надо, наверное, еще один из путей, это начать вот с металлургических предприятий. Да, подсказка. Вот вы только что пообщались с таким гигантом, монстром бизнеса. Скажите, он заинтересовался вашим проектом? Да, он сказал, замечательный проект, но надо его дальше развивать и представить его на Экспо-17. Может ли каждый житель возле своего дома установить подобный антисмог? Конечно. Чтобы очищать хотя бы, вы знаете, каждый, если начнет с самого себя, да? Запросто. Айда, ты готова установить в своем доме такой антисмог? Конечно, я готова. Я не виноват, ты можешь во дворе его поставить. Во дворе ты очищаешь весь район. Я поставлю его во дворе и буду снимать с жителей, так сказать, деньги. Как они предупредили? Как они предупредили? Сначала тебя мы должны спроектировать и рассчитать. Мы проект слишком усложнили. Вы хотите из него сделать генератор, вы хотите осистить для воздуха, и он, чтобы у вас был гирижаблем, покрывал город. Ну, мне кажется, слишком комплекс задач вы в один проект, как говорится, поместили. А почему бы не использовать одновременно и энергию ветра, которая бесплатна? 7,5 миллиона, которые вы просите, как победитель. Вы на что хотите? На гирижабль потратить? Нет, нет. Или на очиститель воздуха, или на генерал? Нет, на гирижабль не хватит. Но я хотела бы его сделать вот как раз в городской среде. Мы можем этот антисмог поставить над перекрестком улицы, где самая большая загазовность. Что-то фантастическое сегодня, а завтра вполне реализуемое. Потому что... С точки зрения, интересный момент, что вот на самом деле многообразие применения, скажем так, антисмога, то есть, в смысле, как часть чего-то большого, комплекса задач, как отдельно и так далее, это достаточно интересно. Но другое дело, насколько это сейчас осуществимо. Воздух углекислый газ затягиваясь в основании вашего сооружения, он, естественно, будет затягивать и дальше углекислый газ. Да, будет движение. Над тем диаметром, где он установлен. Вот у меня вопрос по этому поводу, первый вопрос. Насколько вы рассчитываете диаметр очищения или затягивания углекислого газа? Он будет проветривать. Это будет пока, значит, 30 метров высотой, максимум 6 метров диаметра внизу и 2 метра высотой. Я вспомнил слова песни, давние песни. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Правильно. Поэтому я обращаюсь к экспертной комиссии. Спасибо. И прямо призываю поддержать эту идею. Тем более, что эта идея действительно и вновоксробная. Таких, наверное, это идея, что я не знаю, может быть, даже и нет. Идея блага. Я думаю, что у Лейлы есть все шансы победить. Спасибо большое. Ну что ж, я хочу пригласить сюда нашего второго участника. Ну а прежде давайте проводим Лейлу бурными аплодисментами. Спасибо. Огончательное решение наших экспертов мы получим в следующих выпусках программы. А сейчас на эту площадку я приглашаю нашего следующего соискателя. Человек, который сейчас зайдет в нашу лабораторию, разработал механическую систему защиты пешехода на основе сверхлегкого переднего модуля. Внедрение этой системы спасет тысячи жизней наших граждан. Максим Подлесных, Алматы. Встречаем. Очень приятно видеть вас сегодня в нашей студии. Жили с этой идеей очень много лет. То есть 20 лет, по-моему, ваше... Да, 20 лет. 20 лет. То есть вы 20 лет знали, как спасти жизни, но все это время сидели дома. Блин, не совсем так. Как вы занимались? Ну, вы знаете, очень много времени ушло на то, чтобы понять, что никому в мире это не пришло в голову до меня. А прежде чем мы приступим к эксперименту, я бы хотела пригласить сюда человека, который болеет за вас сегодня всей душой. Он и водитель, и пешеход Марат Умаров, известный казахстанский певец. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Марат, почему вы решили поддержать именно Максима? Название «Инновационный фассаж» это призывает таких креативных, талантливых людей, которые... То есть вы решили увидеть изобретателей в лицо? Естественно. Я хочу отметить, что из 376 человек всего 15 человек сегодня окажутся в нашей лаборатории. Я думаю, что это избранные, поэтому я думаю, что они заслуживают отдельных аплодисментов. Мы толкаем машину, имитируем столкновение, значит, толкнули. Как видите, открылся передний модуль. То есть в замедленной съемке, если бы вы посмотрели, то увидели бы следующее, что пешеход, когда столкнулся с машиной, первоначально, то есть он получил как бы удар об ноги, именно эта энергия поднимает передний модуль навстречу ему. То есть вот эта энергия работает навстречу. И, соответственно, модуль фиксируется на упругих элементах. Пешеход на них как бы падает. Опирается. Да. Удар смягчается. То есть здесь рабочий ход системы в первой фазе 20 сантиметров на обычной машине и 60 сантиметров во второй фазе. То есть, что в 4 раза превосходит ведущие мировые образцы. Вы предлагаете каждому водителю поменять капот? На запретение. Или же Вы предлагаете на новые автомобили, то есть уже новые автомобили делать изначально с этими легкими верхним модулями? Мы берем импортный автомобиль, который уже делается у нас на территории нашей страны, устанавливаем свой сверхлегкий передний модуль на машину и получаем вот такой вот автомобиль. То есть вот Вы можете посмотреть, как может выглядеть наш казахстанский автомобиль. Но безопасный. Но он будет в 4 раза превосходить ведущие мировые образцы. То есть, понимаете, помимо того, что он достаточно красивый, мне кажется, вот с какой скоростью, если будет автомобиль ехать со скоростью 100 км в час? Вы знаете, для этого... Спасет человека? По моим расчетам, до 100 км в час эта система будет спасать людей. То есть у нас в Казахстане ежегодно погибает 900 человек наших с Вами сограждан. То есть от подобных травм, то есть это страшная статистика. Я уверен, что в большинстве случаев человек бы остался жив. То есть потому что в основном травмы происходят на скорости 60 км в час. То есть именно для этого система, она как бы я практически гарантирую с 90% то есть что человек останется жив. Если Вы хотите продать это как авторское право, то однозначно, да, Вам нужно завершить все конструкторско-испытательские исследования, получить фактический результат, который подтвердит или опровергнет эффективность Вашей системы. Также я бы Вам рекомендовал провести какие-то переговоры по завершении, конечно, объекта, да, или же вообще в целом сейчас с автопроизводителями на момент интересности Вашей идеи. Наши инноваторы буквально закидывают вопросы бизнес-тренеров. И это правильно, ведь они должны обучить их не только, как правильно построить бизнес-план, но и как его презентовать, то есть грамотно подать. И не только, поскольку профессионалы предлагают оказать содействие на первых этапах реализации проекта. Если ты на самом деле будешь спасать жизнь, и Вы докажете это, то хотелось бы, чтобы это уже было на уровне производителя этих. Можешь доработать на уровне столкновения обычно, в рядовых столкновений всегда бывает. Идея Максима оказалась настолько актуальной, что бизнес-ангел готов поддержать проект. Мне вот это импонирует, ты как человек беспокоишься о безопасности наших людей, товарищей, друзей и вообще в целом о людях. Поэтому ради этого дела я готов, что от меня зависит, как говорится, поддержать. В целом я поддерживаю этот проект и думаю, надо его обязательно испытать. Я, например, каждый год 3-4 раза бампер меняю от ударов. Или задние меня бьют зимой, как в Астане, или спереди я кого-то цепляю. Поэтому у них уже принцип заложен этого удара. А чтобы еще уйти выше на дизайн, на капот, мне кажется, задача немножко сложная. И в первую очередь это будет зависеть от автокомпании, автомобилестроителей, они захотят ли на это идти. Если это будет не их затратой, а наши затраты, автомобиля расход какой будет? Если тюнинговое решение, то это 2100 долларов США. Ну вот вы, Марат, готовы 2100 долларов отдать сейчас Максиму, чтобы он на ваш автомобиль... Естественно. Да. Бахыт, мне интересно... Можно добавить? Максим, вот допустим, бампер Камри сейчас стоит где-то в пределах 100 долларов. Я его, если разбил, я его поменял, 100 долларов я потратил. А здесь 2000 долларов надо тратить. Но зато вы обезопасили и себя, и пешехода. Здесь понимаете... Вот смотрите, вы говорите о защите самого автомобиля. Ведь бамперы, они выстреливаются и защищают, смягчают удар для сохранения автомобиля, для его корпуса, чтобы сохранить... И не помять его, да? А тут же речь идет о спасении пешехода. У вас насилие 100 машин. Это же... У нас, когда в стране, 3,5 миллиона машины ездят. Так что это, как говорится, в общем-то, очень незначительное. Да, на первом этапе их, может быть, будет 100. На этих 100 автомобилях мы отработаем систему, как она должна работать, то есть, что делать, то есть. В дальнейшем, в Казахстане, вы, наверное, знаете, выпускается порядка 14 тысяч автомобилей новых в год. То есть, соответственно, эти автомобили, они заполнят наши дороги и через 5 лет доля автомобилей защищенных, то есть защиты пешехода, будут значительной. Все идеи наших изобретателей изначально. Миссия очень благая, хорошая. Я думаю, что у вас есть все шансы победить. Я желаю вам удачи, Максим. Я думаю, что у вас есть возможность получить 7,5 миллионов тенге. Спасибо большое. Спасибо. Так, кто же пройдет дальше? Кто продолжит борьбу за 7,5 миллионов тенге? Кто этот счастливчик? Лейла Рахимжанова или Максим Подлесных? Сейчас мы с вами не получим ответа на эти вопросы, ведь нашу уважаемую экспертную комиссию ждут встречи еще с 12 инноваторами. Там новые проекты, новые открытия, новые имена и новые сенсации. Так что не пропускайте следующие выпуски телевизионного шоу «Инновационный форсаж». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова